Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы с вами продолжаем играть в Корсары Город Потерянных Кораблей за линейку Питера Блада. Настоятельно всем, ребята, рекомендую подписаться на канал и не забыть нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну а так, ребята, я хочу всех вас проинформировать, наверное, тех, кто не в курсе. У меня на канале вы можете найти прохождение, сюжетное прохождение Корсары, каждому свое. В принципе, пройдено все. Ну, за исключением, наверное, английской ветки голландского гамбита. Это была мини-реклама, а теперь, я думаю, пора продолжать. А, итак, ребята, мы покинули город. Блин, как в ГТА хочу переключиться, чтобы герой бежал нормально. Я бегу, в общем, на плантацию. В предыдущей серии, ребята, кто видел, кто нет, мы добывали деньги на наш корабль, чтобы свалить с этого злочастого Барбадоса. Но я сейчас не об этом. Надо идти и поговорить с Питом. Блин, вышибись, я забыл, куда идти. Я не там. А, елки, а я же не там вышел, блин. Я тупо вышел за город. А мне надо именно выйти на Плантейшн. Короче, ребят, давно не играл в эту игру, и я забыл, откуда надо выходить. Постоянно пытаюсь выйти за городские ворота, хотя плантация-то она идет именно с этих ворот. Но ничего, бывает. Так, все, идем. Я думаю, что дорога какая-то другая, какая-то непонятная? А потому что я не туда иду. Так, ладно, ускоряю время. Так, часовой. А я не знаю. Так, ладно, пошли. Пошли, идем. А, я совсем забыл. Прежде чем идти на Плантацию, надо сдать еще один квест. Точнее, маленькое задание. Капитан Жак Соловей. Не Джек Соловей. Этот квест начнется здесь. Привет, столычи. Пиццаро. А должен был слышать? Позволь, я вспомню этот обидный пробел на твоей сведомленности. Итак, спешу представиться. Капитан Рональда Пиццаро. Он же каталонский лист. Поборник справедливости и чести. Известен во всех семи морях от северных льдов, да? Это очень интересно. Только что вы, поборник справедливости и прочее-прочее, здесь делаете? Я? Что я здесь делаю? Ну, положим, ты же, что и ты. Да, именно. Зачем ты сюда заглянул? Честно? Или версия для общественности? Будем честными. Ведь мы же теперь друзья, так? Когда два человека вламываются в один магазин в одно время без ведома хозяина, им просто небеса указывают стать друзьями, не правда ли? Вы не пробовали выступать в парламенте? Столько речи и ни одного ответа. Ладно, мне сейчас более нужны деньги, нежели новые знакомства. Так что, сожалею, но мне пора. Эй, не спеши, сударь. Давай совместим приятное с полезным. Я как раз по чистой случайности разжился несколькими монетами. И если вы решитесь продолжить наше знакомство, часть из них поможет перейти и к вам. Ну, скажем так, в знак дружеского расположения. Что-то подсказывает мне, что сие расположение будет отнюдь не бескорыстно. Ну вот, опять мы на «вы». Этот плохой знак не находишь? Неужели наша дружба уже начинает трещать по швам? Так только речь зашла о деньгах. Вы удивительно навязчивый и болтливый тип. И в другое время я бы... Опуская подробности, найди мне того, кто согласится доставить мне в порта Белла за три тысячи, и я дам тебе полторы порукав. Думаю, в твоём положении ни один ПС лишним не будет. Да, заманчивое предложение, да и выбрать не из чего, по рукам. Одно условие, Моншери, никаких имён. Ну, то есть, своё называй, если хочешь, а вот моё, скажи, я его забыл. Или лучше скажи, что я красивая и юная леди. Юная леди? Ха-ха, однако, ладно, я что-нибудь придумаю. Так, у нас новая запись в судовом журнале. В магазине я встретил забадного пирата по имени Роналдо. Роналдо Пиццаро. Скользкий тип. Как бы там и не вышло, а шанс забрать полторы тысячи пиастров, тоже хороший повод для знакомства. Я получу эти деньги, если найду для Роналдо Капитана, который согласится переправить его в порт Белла за три тысячи. Я, кажется, знаю, где можно искать Капитана. То есть, тут намёк идёт на то, что не мы его повезём. Ну и слава богу, так-то. Так, в бордель. Портовое управление, я думаю, нам надо сюда. Итак, здрасте. Желаете получить работу или оставить корабль на хранение? В смысле хранение? Какое нафиг хранение? А-а-а. Короче, диалогов нету. Идём в другое место. Есть ещё один вариант. Сходить на верфь. Может быть, там какие-то капитаны оттираются. Ну, была-не была, в любом случае надо узнать. Мы приведём ваш корабль в порядок, капитан. Рад видеть вас, Питер Блат. Мне нужно помочь одному, а моему другу попасть в порт Белла. Хэ, ну это зависит от того, кто ваш друг и зачем ему нужно в порт Белла, доктор. Вы о нём слышали? Он Капер, называет себя Роналдо Пицаро, Гроза Семи Морей и прочее, прочее. Вы хотите сказать бывший Капер, не так ли? Эээ, ну да, бывший. Вы его знаете? Как вы правильно подметили, я о нём слышал. Не знаю, кем был Роналдо Пицаро до того, как объявился в Береговом Братстве. Но я хорошо помню его судно, танцующий с волками. Красивое название и красивое судно было. Что? Он ни слова об этом не обмовился. Ну в нашей с ним беседе? Теперь он не распускает язык, жизнь его проучила. Захватив пару богатых призов, он начал рваться в верхушку Братства, пытаясь подсидеть самого Моргана. Ну знаете, это идея шарповской либератни и всё прочее. Говорил он многое красиво, и само собой нашлись люди, которые поверили в эти бредни и пошли за ним. Кто ж знал, что всё так обернётся? Его предали? Он болтун? Нет, всё получилось гораздо банальнее. Прямо как в жизни. Никакой либератний пицца насосдавать не собирался. Просто хотел съесть в красивое кресло в собственном особняке в порт-рояле. И смотреть, как трясутся или бизят перед ним молодые каперы. Ну знаете, это вечное желание каркать и миловать на своё усмотрение. Раздавать чины или свинцовый талер в сердце. Ну и, конечно, признание. Этого мы все хотим. А не так ли? Только вот суть его была раскрыта. Морган вообще хотел повесить его тут же. Слышали, наверное, он бунтащиков на дух не переносит. Путупеца расхватили. Тёпленьким прямо в каюте. Как только Морган получил все доказательства. А как Роналду удалось спастись? Обычно у Моргана суд короткий, не дольше, чем горит порох на полке его пистолета. Но что-то с этим народным любимцем он протянул. Вот и сбежал пиццар к спанцам. Прямо из-под носа у Адмирала ускользнул. Подтвердив, что Лис – существо не только хитрое, но и вёрткое. Хм, а как же он провёл Адмирала Берегового Братства? Ну, вдруг пригодится на будущее? Вряд ли вам подойдёт этот способ, но если желаете, он просидел в трюме порт-рояло три дня и три ночи. А потом кто-то из подельников умудрился передать ему женское платье. И некая леди Тейлор приспокойно покинула форт, отчитавшись перед комендантом о том, что его возлюбленного пиццара содержат вполне достойно. Далее эта леди села на корабль в порту или сбежал из клетки. Сбежал, а потом объявился вновь. Да только вот цену ему Берегового Братства уже поняли. И даже Адмирал его больше не ищет. Не хочет, видимо, руки марать. Итак, сдавать его властям, как я понимаю, смысла нет. Поскольку его никто не ищет. Весьма поучительно. Но как мне спровадить его в Портабелло? Вам нужен капитан Майнер Джон Майнер. Он занимается снаряжением только что приобретенного корвета. Поищите его в городе. Примерно благодарен. Так, ладно, допустим. У меня брякнуло в журнале поиск капитана. Кстати, а вот это не капитан вот встают. Просто давай с ним поговорим. А вот, кстати, и он. Я его почти толком не искал. Джон Майнер, капитан Корвета, а плавучий британец к вашим услугам. Чем могу помочь? Добрый день, мое имя Питер Блат. Могу я попросить вас об одолжении, капитан? Одному моему другу очень нужно добраться до Портабелло, и он готов распрощаться с тремя тысячами пиастров. Могу я узнать имя вашего друга, мистер Блат? Конечно, его имя Роналдо Пицаро. Слыхал? Я? Слыхал, да. Что ж, я жду его на борту. Спасибо за правдивый ответ, мистер Блат. Честность, клинок обоюдоострый. Всего наилучшего. Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении. Ну, я тоже так думаю. Так, нам надо найти, короче, этого соловья и поговорить с ним. Он, конечно же, у нас будет ждать в таверне. Так, и по-моему, именно это он. Отлавлю всех поодиночке. Высажу на необитаемых островах. Рад тебя видеть, мой новый друг. Итак, удалось ли тебе оказать мне ту услугу, которую мы договаривались? Корветт плавучий британец капитана Джона Майнера уже ждет. Ну что, я могу сказать поклон и большое спасибо тебе, о? Полторы тысячи, Роналда. Конечно, конечно. Я просто хотел выразить тебе свою искреннюю признательность и предложить отбедать этого чудесного Рома, дабы скрепить совместным тостом узы прекрасной дружбы, которая отныне... Полторы тысячи я жду, мой новый друг. Тише ты, вот твои деньги. Благодарствую. А новая запись в судовом журнале. Я думаю, надо ее быстренько прочитать. Ну, в судовом журнале, короче, у нас событие ушло в архив, поэтому ничего интересного здесь нет. Я думаю, отсюда пора уходить. Ребята, сегодня я все-таки планировал серию записать про освобождение Пита, но, к сожалению, я немножко замудрил. Я забыл пройти квест Капитан Жак Соловей, но сейчас ты, приятель, можешь посмотреть, как я проходил этот квест. Но освобождением Пита мы займемся с вами уже в следующей серии. А пока, ребята, я хочу вас всех настоятельно попросить и напомнить, чтобы вы поставили лайк этому видео, подписывались на канал, ссылки на мои все прохождения и на прохождение Корсара в каждому свое будет в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. Увидимся в следующей серии. И всем пока. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok